Празднование Дня города для семьи Николая обернулось трагедией. 41-летний мужчина с братом решил прокатиться на одном из аттракционов, которые совсем недавно установили у крепости. Но во время движения не выдержало крепления. Николай выпал из кресла, при этом мужчину ударило деталями аттракциона. Все это происходило на глазах его супруги. От полученных травм головы Николай скончался до приезда скорой. Мать погибшего говорит, если бы аттракцион остановили сразу, возможно сын был бы еще жив. Если бы он раньше выключил, то может быть он упал, побился, поломался, лежит выход, а остался. По факту гибели мужчины открыли уголовное производство. Предварительно известно, что владелец аттракциона установил его без каких-либо разрешительных документов. Это порушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной небезопасностью. Досудовое расследование продолжает, остановятся все обстоятельства, собираются доказательства, проведены огляд в месте событий. Владельцу аттракциона, жителю Черновцов сообщили о подозрении. Сегодня Белгород-Днестровский суд должен был избрать ему меру пресечения, но заседание перенесли. Сторона защиты ходатайствовала о том, что мужчину обвиняют не по той статье. Это несчастный случай, до которого не можно использовать те нормы криминального кодекса, которые используют следы. Травма, которая привезла к гибели людей на производстве, это не отвечает действительности. А все другое уже становится следствие и суд. Дата следующего заседания пока неизвестна. А вот парк аттракционов уже начали демонтировать. Лилия Гарапашная, Юрий Шинкаренко, телеканал Репортер.